Не всем по карману цена платного обучения в вузах стремительно растет. Ежегодно для студентов идет наценка в среднем на 10-15%, причем стоимость фиксируется не везде. Раньше поступившие в государственный университет платили оговоренную цену до получения диплома без изменений. Сейчас же в частных учреждениях этого правила не придерживаются. Что мешает фиксировать стоимость высшего образования для уже обучающихся, узнавал Гафу Уали. Изнуряющая жара в мегаполисе алматинских абитуриентов нисколько не пугает. На улице почти плюс 40, а будущие специалисты поскорее хотят определиться со своей альмаматор. Им предстоит до конца лета выбрать учебное заведение. Однако, чтобы получить заветный диплом, обучаясь на платной основе, студентам придется заметно раскошелиться. А поступить на грант получится далеко не у всех. Около миллион триста, миллион четыреста около того. Скидки там, ну и семейное положение, то все. Вот. Около десяти процентов, насколько я помню. Ну, в принципе, не только учеба дорожает, а все, в принципе. Это инфляция, тут ничего не поделаешь. Учеба на самом деле дорогая. В принципе, сейчас все дорогое, но я думаю, если надо жить, ну надо идти дальше. Ну, грант для меня это больше как возможность, потому что я могу проявить себя. Да, но также платная основа, это как такой запасной вариант, будет, да, тяжелее, да, не очень приятно. Но, тем не менее, я рад, что имеется такая возможность для тех, кто хочет учиться и хочет вкладывать в себя, развиваться. Что государство дает нам такую возможность. По мнению профориентаторов, ежегодное увеличение стоимости за обучение в первую очередь связано с экономическим положением страны. И это, по мнению эксперта, нормальное явление. Также с каждым годом растут расходы на студентов со стороны учебных заведений. По его словам, регулярного увеличения стоимости обучения не избежать. Но в целях уменьшения социального и классового напряжения среди студентов необходимо исправить некоторые детали в системе образования. Благосостояние населения растет. То есть повышаются зарплаты учителей, да, повышается минимальная заработная плата. Ну и вообще, да, то есть есть развитие. Если есть развитие, есть как бы повышение цены. Но тут я хочу сказать то, что ненормально, это то, что повышается цены у одного ученика ежегодно. То есть нужно, как по мне, зафиксировать стоимость обучения на первом курсе. И все четыре года или три года нужно эту стоимость держать на той планке, которая была в первом курсе. В Министерстве науки и высшего образования заметили, что стоимость обучения определяют сами вузы. Руководство заведений имеют полное право ежегодно пересматривать и повышать стоимость в пределах инфляции. Мы должны понимать, что подготовка кадров стоит недешево. Во-первых, для того, чтобы выпустить на рынок высококвалифицированных и качественных кадров, нужны сильные профессора. Нужна современная материально-техническая база. Нужны реализовать международные договора, проекты. А всего для реализации всех этих намеченных задач нужны финансы. По данным экспертов, дороже всего обойдется обучение на популярной в стране специальности. В этом году, как и в прошлом, в топ-5 профессий вошли такие направления, как информационные технологии, медицина, педагогика, менеджмент и информационная безопасность. Однако в стране наблюдается такая тенденция, что выпускники школ выбирают те направления, где выдают больше всего грантов. Это, в свою очередь, может привести к дефициту определенных профессий в будущем.